Незакрытый люк рядом с дорогой. Ночью это место становится опасным для жизни. Семья Ольги вечером возвращалась домой. Ходить по одиночке по улице Красной люди боятся уже давно. Но, как выяснилось, и сообща, несчастных случаев не избежать. Прогулка с собакой стоила Арчанину серьезных проблем со здоровьем. Он провалился в открытый колодец. Сразу вызвали скорую помощь, это все зафиксировали. Освещения нет, то есть не узнать ни адреса, никуда приезжать скорой. Жильцы дома подсказали, что это за адрес. И все, после чего вызвали в травмпункт. Врачи зафиксировали сильные ушибы ребер. На распоротую ногу наложили швы. Пострадавший легко отделался, говорят медики. Последствия могли быть намного хуже. Это не единственная жертва темноты. Пешеходный переход на улице Пацаева. Здесь было серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель спил пешехода. И это не единственный пример. Городская госавтоинспекция проводила рейд. Они выявили десятки нарушений на зебрах, перекрестках и особенно опасно в жилом секторе. Этот недостаток был выявлен, был составлен административный материал в отношении хозяйствующего субъекта. Выдано представление по этому участку. И в представлении было написано, что данный недостаток направлен в энергосберегающую организацию. По госстандарту в населенных пунктах освещение должно быть на всех участках уличной дорожной сети. Однако в Орске пока не могут разобраться, кто должен включать свет. Этот вопрос неоднократно поднимался в городской администрации. Понимания между органами самоуправления и энергетиками пока достичь не удалось. Ольга Энгельс, Мария Ноздрачева, Илья Логачев. Новости дня.